МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Началось! Бобруйская Белшина и Могилёвский Днепр открыли футбольный сезон играми четверть финала Кубка страны. Золотая шайба 2014 завершена. Спорт-М подводит итоги и называет имена победителей. Бросок, подбор, победа. В матче чемпионата Беларуси по баскетболу между Борис Феном и Принемния имя победителя узнали только с финальной сиреной. Это программа Спорт-М, спорт Могилёвской области. И прямо сейчас расскажем о всех значимых спортивных событиях минувших выходных. И начнем, конечно же, с Кубка Беларуси по футболу. Начнем с матча Гомель-Днепр. Кубковый поединок был первым официальным матчем обновленной Могилёвской команды. Здесь и предстояло убедиться, правильно ли поступило руководство Белосиних, собрав поедино этих ребят. И в первую очередь наши взоры были направлены на линию защиты. В старте ее начали образов и челядка на краях, и карамушка с Матабишвили в центре. Именно этой четверке и было поручено разгонять Днепр. Однако первые два десятка минут линия обороны трещала. У Бориса Панкратова было много работы в воротах. Ситуация кардинально поменялась во второй половине тайма. Взяв союзники госпожу Фортуну, Александр Сазанков отыгрался в пас с вратарем Гомеля и забил свой первый мяч в сезоне. Днепр повел в счете. А спустя еще несколько минут Сазанков сделал дубль в матче. Фанатская торсида Днепра ликовала, а гости, обескураженные таким ходом поединка, бросились отыгрываться. Времени оставалось чуть более одного тайма, в течение которого мяч мог оказаться в воротах обеих команд. За чертову дюжину минут до завершения основного времени матча забить получилось у Гомеля. 2-1. Днепр был все еще впереди, а хозяева за оставшееся время всей командой старались сравнять счет. Однако Днепр выстоял и прошел в полуфинал Кубка страны. В другом четвертьфинальном матче Кубка страны Солигорский шахтер принимал еще одного представителя нашей области Бобрусскую Белшину. В первом тайме на гол хозяев гости ответили результативным розыгрышем штрафного. Однако под занавес 45 минут шахтер вновь вышел вперед. После перерыва Белшина побежала отыгрываться и пропустила контратаку. 3-1. В оставшиеся полчаса красно-черные пытались подобрать ключи к воротам горняков, однако их попытки ими так и остались. Дальше в полуфинал идет шахтер, с которым мы и встретимся 15 апреля на домашней арене Днепра в полуфинале Кубка страны. В горках завершились финальные республиканские соревнования по хоккею «Золотая шайба». Впервые за 18 лет проведения турнира в обеих группах победили юные хоккеисты из одного района. Эту ледовую арену построили менее двух лет назад, но результаты, которые уже показывают местные воспитанники, впечатляют. Несмотря на то, что спортсменам по 14 лет, накал страстей как на Олимпиаде. На протяжении всех пяти дней соревнований трибуны были заполнены. Великолепный матч, напряженный получился. И по счету, и по игре захватываешь даже, не знаю, может, поинтереснее других игр КХЛ, получается. Я первый раз, конечно, на таком, но нравится. Как и прогнозировали местные специалисты, в финале встретились хозяева турнира и команда из Брестка области. В итоге хозяева повели себя совсем негостеприимно и забрали главный приз. Хороший турнир, потому что дети, которые не занимаются в дюшоре, они могут проявить себя, поиграть в эту классную динамичную игру. Много позитива. Пришлось и кулаками помахаться. Чего дрались-то? Да, я не знаю, даже начали они первые. Сказали, что мы инициировали драку. Это хоккей? Ну, конечно. Хоккей, хоккей-играть настоящий мужчина, как говорят. 18-й турнир по хоккею среди детей и подростков. На призы президента Беларуси «Золотая шайба» завершен. И абсолютными победителями стали ребята из горок. В мужском чемпионате Беларуси по волейболу проминт съездил в гости в Обухово к местному легиону и обменялся победами. 3-1 и 2-3. Позади уже 24 встречи в турнире. Могилевщане с 11 победами держатся за шестую строчку в турнирной таблице. До пятого места еще 4 балла. Там обосновался Гомельский ГВК. Тем временем у женщин стали известны имена всех полуфиналистов Кубка страны. К сожалению, в этом списке нет могилевского коммунальника. Могилевчанки трижды уступили в матчах с Жемчужной Полесье. В последнем поединке, взяв первую и четвертую партию, на тайбрейке наши были слабее мазырянок, которые и отправились дальше в полуфинал. Это было круто. Игра очередного тура чемпионата страны по баскетболу удивила своим накалом борьбы. Борис Фен принимал аутсайдера чемпионата Гродненское принеманье. Оказалось, победу должны одержать хозяева, причем сделать это достаточно легко. На большой перерыв хозяева ушли, имея отрыв в 16 очков. За две минуты третьей четверти Борис Фен набросал гостям еще плюс шесть. Казалось, игра сделана, однако все это было обманчиво. В оставшееся время на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиад» дирижировали гости. Борис Фен приложил немало усилий, чтобы остановить принеманье. И в тот момент, когда изначальный результат встречи мог быть подвергнут сомнению, прозвучала финальная сирена. На табло замерли цифры 70-69. Всего лишь одно спасительное очко. Борис Фен побеждает. На чемпионате страны по тайскому боксу представители Могилевской области вновь, как и год назад, взошли на пьедестал. Этот вид спорта активно развивается в Могилеве, Сиповичах и Мстиславле. Последний город и заехала наша съемочная группа. Секция по тайскому боксу располагается в спортивном зале средней школы. Тренировки как минимум шесть раз в день. Здесь встречаем и десятиклассника Николая Сведомского. В прошлом году он был чемпионом Европы. Теперь вот выиграл чемпионат области и снова сражается, чтобы попасть в сборную Беларуси. Мы работаем и ногами, и коленями, и локтями, и руками. У нас называются такие бои восьмируких. Восемь конечностей получается. Школа тайского бокса появилась в Мстиславле лет шесть назад. Детей занимается 20-25 постоянно. Кто-то приходит, кто-то уходит, кто-то выдержит, кто-то не выдержит. У кого родители заставляют, а самому не хочется. Кому-то, например, самому хочется, но не можется. Но не все выдерживают. Не выдерживают все. Николай Сведомский. Честь школы. Берет медали на самых рейтинговых для его возраста соревнованиях. В первенствах Европы, мира. И вот в воскресенье вновь оказался в финале чемпионат страны, где и победил. Кстати, всего в Минск из нашей области на соревнования отправилось 19 человек. Привезли 13 медалей. Две из них золотые. Ну и напоследок, немножко голов с турнира по футболу у женщин. Пока в Гомеле Днепр добывал победу в Кубке страны, женский клуб «Надежда» Днепр старался на родном поле. В турнире, кроме хозяев, приняли участие Бомруйчанка и две российские дружины. Питерская «Искра» и еще одна с незамысловатым названием «Дюэ США номер 75» «Савеловская», что базируется где-то в Москве. Победителем стала Бомруйчанка. В последнем туре она сыграла в ничью с «Надеждой Днепр» 1-1. И золотые медали серебряному призеру Беларуси достались лишь по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Третье место за московской командой четвертое забрала себе «Искра». Добавим, что по итогам турнира среди лучших игроков были названы и наши футболистки. Это вратарь Мария Дашковская из «Бомруйчанки» и полузащитник Валентина Нижегородова из «Надежды Днепр». Это была программа «Спорт М». Занимайтесь спортом, болейте спортом и увидимся на «Беларусь-2». Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова